Никто не понес ответственность за смерть 48 человек 2 мая. Об этом заявляют и представители ООН. Спустя пять лет следственных действий полиция так и не установила подозреваемых в пяти смертельных случаях в центре города. Также не найдены конкретные лица, виновные в пожаре в Доме профсоюзов, где погибли 42 человека. Представители ООН называют следствие затянутым и непрозрачным в связи с низким качеством досудебного расследования и дефицитом судей. Это все препятствует вынесению приговора. Считается, что виновными являются обе стороны конфликта. В ООН их называют сторонниками федерализации и сторонниками единства. Действия должностных лиц, которые отвечали за безопасность 2 мая, тоже так и не получили правовую оценку. В заявлении ООН отмечается, что милиция и ГСЧС не предотвратили трагедию. Пожарная часть расположена совсем рядом с горящим Домом профсоюзов. Однако спасатели прибыли туда только через 40 минут после многочисленных звонков. Бывшему начальнику областного ГСЧС и замначальника главного управления МВД удалось сбежать. По беспорядкам в центре города суд рассматривает только одно дело – убийство пророссийского активиста. Но к рассмотрению дела по существу так и не подошли. В ООН считает, что больше всего демонстрируют предвзятые следствия дела против 19 пророссийских активистов, которых оправдали в 2017 году за неимением доказательств. Такое решение вызвало столкновение с радикалами. Тем не менее, сразу после их оправдания прокуратура арестовала двоих из них прямо в зале суда. Следствие ведется до сих пор.